Всем привет! На просторах ютуба не так уж много достойных каналов на муравьиную тематику. Сегодня я хочу посоветовать вам подписаться на отличный канал для начинающих киперов и не только. Называется он AntEmpire. Парень снимает интересные обзоры колоний, видео с распаковками и заселением муравьев. Также вы найдете любопытные советы по уходу и содержанию наших замечательных питомцев. Советую вам подписаться на его канал. Ссылка будет в описании и в конце ролика. Поддержим молодые развивающиеся каналы. Всем привет, ребята! Вы на канале Собервижн. И сегодня, как я обещал, мы займемся уборкой на арене у филахов. Ну, кроме этого, сегодня уберемся у всех остальных муравьев, которых я наконец-таки забрал. Первым делом мы будем запылесошивать вот этот весь песок. Именно запылесошивать. У филахов я еще ни разу на арене глобально не убирался. Весь песок, который был засыпан в камерах, если вы помните, я перед тем, как заселить их сюда, я большую часть камер засыпал песком. Вот таким песком крупной фракции для того, чтобы они не начали мусорить, когда колония была еще небольшая. Но сейчас колония уже заселила все камеры, особенно это сзади касается. Спереди, как вы видите, они неохотно заселяют, потому что свет сюда попадает, а сзади там они, в принципе, стоят вот так вот плотно к стене, прислонившись. И поэтому сзади все битком. И даже я стал замечать, что они начали жить еще и под деревом. Это означает, что уже, в принципе, надо их или переселять, или расширять им пространство. Подумаю, что я для них придумаю. Ну а сейчас первым делом мы запылесосим вот этот вот весь песок. Для этого я подключил к пылесосу вот такую вот трубку от сифона. Сейчас я вам покажу. Вот она такая, желтая трубка, большая. И попробую без потерь попробовать запылесосить весь этот грязь, всю грязь, песок, здесь вот тараканы вперемешку. И посмотрим, что у нас из этого получится. Ну что, давайте попробуем запылесосить. Все-таки одного муравья запылесосим. Субтитры сделал DimaTorzok Запылесосил от фисташек вот эту вот тарелочку, которая у меня лежала. Все-таки вроде во время пылесосивания я одного все-таки муравья запылесосил. По-моему, он залетел. Ну, потом на запись еще и посмотрю. Сейчас вытрясу отсюда эту фигню. Или воспользуюсь большим пинцетом. Все, вытащил. Ну что, продолжим. Ах, еще одного запылесосил. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На мой взгляд, ребята, потери составили два муравья. Это, я думаю, хороший показатель. Если вы помните, как я убирался на арене у огненных муравьев, то там они просто сотнями залетали в пылесос. Но два муравья для такой большой колонии филахов – это просто смешно. Это никак вообще абсолютно не повлияет на их развитие. Так, сейчас я хочу еще почистить немножко переднее стекло. Вы видите, здесь, видимо, были горы мусора. И здесь осталась грязь. Увлажним формикарий и покормим. А, и не забыть надо нам про нашу паилочку. Наполнить ее тоже водой. Так, сейчас мы протрем стекло. Протирать стекло я буду салфетками для монитора. Вот у меня есть вот такие салфетки из Ашана. И ими я протираю обычно акрил. Не знаю, он у меня не темнеет, никак не деформируется особо, поэтому особо не влияет никак. В общем, но очищает хорошо. Так, они, смотрите, салфетки уже подсохли. Суховатые они уже. Не первой свежести. Так, ототрем. Так, меня атаковали, как вы видите, филахи. Активно по мне начали ползать. Так, попробуем еще вторую попытку. Аккуратненько, чтобы они особо за мной не погнались. Мне не нападали. Так, вот эту часть хочу я поактивнее здесь потереть. Еще они опять вся рука в филахах. Ну, невозможно просто начинать уборку. Вот они опять все у меня на руке сели. Сразу моментально они начинают атаковывать. Так, опять их стрясаем. Так, все, назад их я туда всех поместил. Так, единственное, мне сейчас вот с этой стороны еще чуть почищу. И, в принципе, более-менее переднее стекло чистое. Ну, я сейчас это сделаю длинным пинцетом, чтобы они на меня через деревья не насаживались ко мне на руку. Ну, пинцетом лучше, ребята. Смотрите, в принципе, они вообще не налипают ни на ватку вот на эту, на салфетку, ни на руку не залетают. Потому что на руку они вот с деревьев здесь, вот с этих не деревьев, а с травой моментально мне залазят на руку, начинают атаковать ее. Поэтому мы это сделаем вот через пинцет длинный. Удобно. Так, все, ребята. Переднее стекло я протер. Сейчас наполним им паилку водой и потом покормим их туркменскими тараканами. Так, вот, ребята, я обновил паилочку, налил сюда воду свежую, заткнул ваткой и теперь аккуратненько сейчас ее положу на арену. Так, единственное, сейчас подумать, куда ее лучше положить. Не помню, где она у меня лежала, но пускай будет вот здесь вот в деревьях она у меня лежит. Все, теперь мы сейчас закинем сюда несколько туркменских тараканов. Перед тем, как закинуть, ребята, туркменских тараканов, хотел бы вам показать антипобег. Я его, как первый раз нанес, так больше не обновлял. Вы видите, что в некоторых местах он уже как бы стерся внешне, но тем не менее, даже где он стерся, он отлично держит этих муравьев. И они не проползают, они там соскальзывают, поэтому я пока обновлять не буду, подожду, пока они уже не начнут вылазить у меня во время открытия крышки. А этот антипобег пока держит. Так, сейчас я установлю камеру. Вот так вот, да. И закину туда несколько туркменских тарканов на арену. Буду я их придавливать, чтобы они тут особо не носились по арене. Чтобы спокойненько так, а то тут вот сейчас начнётся кипиш по всей арене, все начнут носиться. Пускай спокойно атакуют. Так, держите ещё одного. Вот как раз в кучке здесь уже три штуки лежит. Ну, колония большая, давайте ещё вот такого вот им тараканчика положим. Я думаю, вполне достаточно, пускай съедят эти тараканы, тараканов. Потом уже посмотрю, может быть, попозже им ещё закину, пускай сначала с этими разделаются. Ещё что я понял, то, что во время кормления лучше верхнюю крышку тараканами открывать. Иначе, как вы помните, во время моего кормления такой жёсткий запах кислоты стоит. Я думаю, им, муравьям это не полезно. Поэтому лучше открывать крышку, пускай муравьи брызжат своей кислотой, кислота вся выветривается. И потом уже через какое-то время назад закрывать верхнюю крышку. Ну что, ребята, пускай муравьи спокойно наслаждаются трапезой, а мы с вами сделаем последний шаг. Это увлажним этот формикарий. Сейчас я переверну его гнездом в сторону камеры. Так сказать, ко мне передом, а к лесу задом. Увлажняю, ребята, я обычной водой из фильтра. Воду даже я уже не кипячу. В принципе, из фильтра хватает. Вот у меня шприц такой, загнутая игла для удобства тут в разных формикариях. Так, и первое я заливаю где-то сюда около 50 мл воды. И потом ещё сбоку у меня здесь есть камера для увлажнения. Давайте сейчас я сюда вставлю иголочку и залью сюда 5 мл воды. И ещё 5 мл. Всё, сюда 10 мл будет достаточно. Теперь ещё зальём 5 или 10 мл, лучше даже в боковую камеру. И на этом уход за этой колонией будем завершать. Так, вот боковая камера. Заливаем сюда ещё 10 мл. И после этого переходим к другой колонии. Там вы видите, что нападал песок здесь. Не плотно, у меня не совсем плотно прилегает гипс. Есть небольшой зазорчик. И когда они очищались, здесь вот нападало очень много камушков. Но это не мешает никак увлажнять формикарий. Ну что, ребята, всё. На этом мы уход за филахами заканчиваем. И вы обратите внимание, как вальяжно ходят муравьи, когда кидаешь им придавленных тараканов. Когда тараканы не носятся. Вы помните кормление муравьёв, когда тараканы носились по арене. И то же самое делали и муравьи. Они очень активно бегали. Но когда мы кидаем придавленных тараканов, вот можете посмотреть, что очень вальяжно ходят, как будто сироп они пьют. Они активно не накидываются, спокойно подходят, брызжат кислотой. Ждут, когда уже до конца тараканы откинутся. И потом они будут их потихонечку затаскивать в своё гнездо. И там уже их кушать. И на этом, ребята, мы заканчиваем сегодняшний выпуск. В следующем выпуске мы будем ухаживать с вами за сиротливой колонией капканчиков. Проведём экстремальную уборку пылесосом на арене у Мирмикарии. Навестим нашу дружную семью жёлтых симпатичных муравьёв. Ну и не забудем убраться у пробковых муравьёв. Спасибо, что посмотрели этот выпуск. Не забывайте подписаться, кто ещё не подписан. Поставьте лайк этому видео. И до новых встреч, ребята. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»